доброго утра всем я тут такая растрепанная в общем-то буду сейчас завтракать сварю кашу потом уже разбужу григория готовлю овсянку мультистакан каши 2 мультистакана воды если останется то еще подъесть потом останется и попозже немножечко совсем сахара это с черносливом каши и щепотка соли вот сейчас сварится и будем завтракать мой завтрак гришку даже не стала еще будить все 8 прям даже нету не всегда жалко его будет раньше пусть поспит в общем каша хлеб будет с маслом и кофе с молоком так сегодня у меня по плану на обед готовить зеленый борщ поэтому ставлю вариться бульон на косточке и пока пойду складывать белье так диваны и кровать я уже заправила так что осталось сложить сухое белье вот совсем небольшая кучка сейчас все разложи пойду еще стирку завожу что мы делаем варим борщик блинчик уже готов сейчас буду его процеживать достану мясо здесь уже порезанная картошка так что сразу прям сюда будут садить бульон вот тут моя уже установка для процеживания готова маленькая сито и лопатка сейчас я процежу будет сегодня зеленый борщ яйца уже поставила тоже вариться здесь уже мне томат картошка морковка лук болгарский перчик сейчас добавлю яйца буду их резать вот такой вот яйца резкой и щавель самое главное борщик готов сейчас поженится посуду все перемыла осталось только сейчас подушки на диване поправить и все пойдем с еще английский да проверим можно отдыхать может с григорием обедаем я тоже сейчас обедаю потому что повезу гришу и заеду в парикмахерскую уже пора подстричься тебя не надо так наш зеленый борщ даже больше щи наверное потому что без свеклы сейчас будем кушать все я уже глажу григорию футболки только вывесила кимоно и опять пошла сняла потому что начал капать дождь но вот не знаю насколько будет он или нет ждем с вот гриша попросил вот такую футболку карате хотя надо в школу просто просто белые белые футболки без всяких надписей иногда он берет вот это вот а так вообще у нас две футболки на смену то есть просто беленькие идешь до этого да я вынесу может сейчас закроем все ешь в парикмахерскую одевайся за это мне сейчас уже парикмахер скучно давай я в машину и замкнешь дом хорошо все я подстриглась гришка тоже уже в школе вот сколько сейчас уже ровно час чем я быстро даже без мытья головы потому что оксана там покраска но я так в принципе то и записывалась чтобы быстренько подстричься между покраской головы что еще хочу сейчас показать вам у нас открылся еще в кафе-бар молодежный там прям есть меню делают роллы суши а я вот была вот там вот в красивых людях вот красивые люди салон парикмахерская а здесь кафе-бар молодежный вообще просто закончилась кафе моего детства я сюда ходила он здесь у нас был бар прям танцевали мы там здесь вот летние было кафе летом здесь сидели вон столики лавочки вот так что у кафе-бара молодежного вторая жизнь все я уже дома сейчас буду себе перекус делать это творог ну пол пачки я вчера же покушала еще половина осталось творог со сметаной и наверное сварю себе кофе я так думаю творожок немного сахара и сметану чуть-чуть сахара и сметанка надо доедать вот эту вот просто квашенскую 15 процентную так сейчас все надо теперь только хорошо перемешать и сварю все кофе в гейзерной кофеварке только на одну чашечку я храню кофе в холодильнике ну вот этот вот уже перемолотый вот сразу мне тут и ложечка мерная обычная да я сюда половину вот в эту в этот низ долила половину воды то есть не полную и одну чайную ложечку кофе все я сейчас все закручу и поставлю на огонь сахар уже добавила в свою сейчас вот прям любимую кружку из икея слышите вот эти вот характерные звуки это значит что уже все мой кофе готов и добавляю сюда прям холодное молоко чтобы кофе не был горячущим и в общем тогда его можно пить кофе что-то тут кофе много молока будет мало хотя я люблю прям чуть ли не напополам вот сейчас сюда молоко и будем пить кофе с творогом все готов мой перекусик кофе молока налила прям знаете жадность фраера сгубила это называется потому что прям до краев и прям расплескала даже наверное придется сейчас вымыть даже пол из-за этого потому что очень конечно много накапала на пол ничего страшного сейчас буду наслаждаться а потом уже мыть у меня сейчас по плану 20 минут на уборка в котельной тут конечно у нас до идеала вот вообще далеко но здесь пыль постоянно из-за того что выбираем золу хорошо что это все-таки отдельная комната не как раньше печка в спальне стоит то есть как бы в общем я никуда дальше зала не разносится так что сейчас засека 20 минут ведро уже с тряпкой и с фаберлик подготовила и прям быстренько быстренько ни на что не отвлекаясь буду протирать не знаю изменилось ли что-то для вас после истечения 20 минут на я здесь протерла пыль протерла котел протерла вот эту вот водогрейку вот к сожалению вообще до труп не добралась у нас обычных сержу не моет я не могу до них достать вот но все что я могла за 20 минут я сделала с меня по плану помыть голову пойти все-таки чтобы привести себя в божеский вид и хочу сделать пряники курочку рябу прямо руки уже чешется пошла сейчас головой разберусь и будем печь объемное яйцо надеюсь что получится все в первый раз поэтому в общем то вот так вот что я помыла голову в общем не знаю заметно вам это или нет мы не очень заметно и сейчас будем пробовать печь 3d яйца у меня если честно нет какой-то специальной формы вот поэтому будем делать из обычной фольги форму на которое будем укладывать тесто то есть нужно сделать в разрезе половинку яйца примерно все руками поэтому сейчас посмотрим что из этого получится я просто общем-то смяла фольгу такой вот форму посмотрим что получится давайте сначала испечем потом посмотрим правильно или нет какие ошибки и вырезала шаблоны бабушка дедушка и курочка ряба в гнездышке сидит и рядом будет золотое яичко но это в моем так понимание не знаю что получится импровизировано оно будет больше вот так что сейчас испечем три вот этих пряничка и яйцо вот что получилось бабушка дедушка курочка ряба и половина яичка вторую половину тоже испеку когда вот это все испечется так вот такой вот яичко получилось или достала форму даже немножечко пряник отвалился ну вот совсем вот кусочек маленький сейчас пойду заберу григория и потом продолжим с пряниками печь нужно еще вторую площадку тесто вторую вернее половинку яйца вот не знаю что получится посмотрим ну здесь бабулечка дедулечка никаких проблем все отлично все отлично испеклось и курочка все хорошо все за грешей приехала как дела заходи все отлично или не очень нормально да как английский прошло офигенно просто прохалявничать очень не было английского не у нашей учительницы не и мы пошли в кабинет к другой ой ну там она нам одно задание дала и все и мы просто сидели потом после этого прикольно у нас вот такой вот ужин мужской а есть ничего да вообще налили все это в кружку у нас ужин шаурма поджариваем ее подогреваем на сковородке гриль а компот сейчас принесу и фунчозу я приготовила пока в общем вместе с ловой болтала приготовила фунчозу очень вкусная папа ну что вот такая фунчоза сейчас хотела бы рассказать все разошлись как я ее готовила очень вкусная получилась вот правда вот прям вкусная вкусная так что смотрите видео мое до конца сначала я обжарила свинину порезанную полосочками вот это свинина потом к ней добавила морковку болгарский перчик огурчик вот не солила а только посыпала приправой вот предварительно я залила в саму фунчозу кипятком и добавила к мясу вот такую вот приправу мало сянет а на весь на мама нам привозила еще не в прошлом позапрошлом году но еще пакетик у нас остался и вместо соли добавила соевый соус вот не знаю сколько там в банке она же не прям полная вот 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 так вот в общем то вылила то есть соевого соуса я прям не жалела и в конце добавила когда все обжарились все овощи с мясом добавила саму фунчозу все все быстренько перемешала добавила укроп и зеленый лук уже выключенную сковороду все перемешала очень вкусно и не пугайтесь что жареные огурцы это очень вкусно муж вообще заценил что попробовала я подпилить яйцо на небольшом кусочке отвалилось все мне кажется что их просто нужно подсушить чтобы они подсохли здесь тоже небольшой кусочек отвалился я даже вот такой вот ножом пилкой немножечко срезала чтобы они хорошо соединились и вот такой вот теркой все подпиливала это терка обычная секс прайс но я думаю в обычных хозяйственных она продается пили достаточно хорошо но вот тот пряник который больше подсох который я раньше испекла он пилился лучше другой был мягкий поэтому я думаю что нужно вот таких яиц на печь допустим на ночах оставить чтобы они немножечко подсохли потому что так они мягкие и все-таки ломаются мы лежим и ничего не делаем смотрим кино хотела пряники порисовать но там еще айсинг жидкий поэтому наверно уже завтра ты че сидишь а дети уже идут спать спать а чё ты облился когда зубы чистил ясно человать будем давай человать мой хороший я тебя так люблю кушать вам приготовить котлетки да папу литвы верни ему пожалуйста ты уже умеешь а мы же еще пап не сообщили то новость нашим подписчикам что хомячок то наш то умер садик можно вот этой можно да них давай помочь сам сюда так все быстро у них за деньги деньги собирали да на это нет анализы проверили еще целоваться да давай мой хороший давай папа давай почистил зубки в общем у нас такие грустные новости что умер наш хомячок да расскажи папа чё он умер то не знаешь чё за жуть я видя как хомячка хе-хе в каком смысле ну какой-то мы в общем не знаем что случилось может быть он что-то съел не знаю когда выскочил Ну, в общем-то, все расстроены Дети тоже Это было несколько дней назад, кстати Я сегодня только клетку убрала В общем, такие у нас грустные новости Поэтому я не очень люблю животных Потому что они умирают А там все грустят